Выжил, несмотря ни на что, молодой пес по кличке Патрон, так его назвали ветеринары, попал в клинику в очень тяжелом состоянии. Бездомыш из гаражей на Южном получил сильную травму от рук неизвестного. Такого я, честно, не видела нигде. У него, получается, в мягких тканях полностью все было в пулях. То есть, ну это даже не пуля, а дробь. Это, скорее всего, оружие, с которым ходят на охоту на утку. И, скорее всего, был выстрел сделан с близкого расстояния, потому что дробь локализовалась именно в шее, то есть в мягких тканях шеи. В клинику Патрона привезли волонтеры. Он успешно перенес операцию и уже поправляется. Его спасатели считают, что пса пытались убить намеренно, но за что непонятно. Врачи написали заявление в прокуратуру в попытке найти обидчика. Патрон не агрессивен, позволяет носить себя на руках, гладить, кормить. Ветеринары хотели отдать его в приют, но там сказали, что дикую собаку они по новым законам на проживание не примут. После того, как животное прошло реабилитацию, прошло лечение, если животное не ручное, не адаптировано к человеку, его нельзя вывести на поводке погулять из этой клетки, нельзя к нему нормально подойти, его потрогать. И каждый подход к вольеру дежурного заканчивается тем, что собака испытывает жуткий стресс. Конечно, такое животное мы отпускаем назад, то есть пролечилось и будет отпущено назад в среду обитания. В приюте говорят, что бродягам не страшно жить на улице, но многие так не считают. Люди жестоки к бездомным животным, даже к астрированным. А изолировать диких собак иначе не получается. Хвостатые живут там, где их кормят. Поэтому врачи активно ищут подопечному клинике хозяев, которые его приручат. Несмотря на то, что, по мнению экспертов, это невозможно. Ветеринары и волонтеры уверены, патрон способен стать домашним. Пока что патрон не чувствует себя в безопасности рядом с человеком, потому что привык всю жизнь от него прятаться. Поэтому из ветеринарной клиники он пытался сбежать неоднократно. Вот результат. Поломанная дверь, выгрызенные стены и разбитое окно. Поэтому теперь волонтеры забирают на ночь его к себе домой. Но продолжаться вечно так не может. И собаке нужна полноценная семья, где он сможет почувствовать себя любимым домашним питомцем. Патрону нужен частный дом с вольером, откуда будет сложно сбежать. Он нуждается в терпеливом и ласковом хозяине. Кроме травмы, проблем со здоровьем у собаки нет. Патрону три года, и у него есть шансы превратиться в домашнего друга. Главное, чтобы семья нашлась. Полина Жданова, Александр Антропов. День с толком.